День воскресный, день чудесный, а я к вам спешу с фильмом ужасов из реальной жизни. Я просто по нему два раза пальцем ударил, он весь каратит, смотри. Ой, слушай, это вообще опасно. С мужика не заметил, все, но с косяком жесткий. С той стороны выстраничук ставит, выход, и он не заглушен. Если говно, вода все польется, будет оттуда хрестать. А он настолько в упор к стенке, что туда даже заглушку не поставит. Новый многоквартирный дом. Как много заложено смысла в этих трех словах. Для кого-то это целое счастье. Купить квартиру на этапе котлована. Через два-три обещанных года получить заветные ключики и заехать в квартиру, сказав всем, у нас новая квартира, у нас свое жилье. А у кого-то ситуация складывается иначе. Смотрим. 14 этаж. Вот коридор общий. Это 23-я квартира. Коридор. Фирмоприемка. Тоже течется. Дом начали строить в 2016 году, а сдали в конце 2023 года. Квартиры без отделки. И в каком состоянии людям сдают новые дома, в каком состоянии их принимают. Что они видят у себя во дворе, на общих территориях, в подъездах, в квартирах, в подвалах. Так, с туалетом все ок. Ну, и смешного. Вот тоже тут подарок оставили. Кто-то зашел просто к Женьку в гости и прямо говоря, ну просто насрал, короче, и ушел. Вот обо всем этом мы сегодня и поговорим. Прямо сейчас мы с вами переместимся в московскую область, город Ногинск. Куда меня пригласил один из собственников жилья, которому 5 января текущего года вручают заветные ключики. Пригласив меня в гости показать вам тот самый контраст. Почему? Одним везет и у них все хорошо, а другим не везет. Эдакая лотерея. Без промедления мы начинаем прямо сейчас. Приятного просмотра. Поехали. Приветствую, я Дмитрий. Обладатель здесь в этом ЖК, лесная поляна, двухкомнатной квартиры. Хотелось бы на канале Дмитрия Машкова рассказать вам о всех нюансах, которые возникли при сдаче, постройке, сдаче и получении ключей в данном ЖК. Мы находимся в московской области, город Ногинск. Сами мы живем недалеко. У нас есть квартира в ипотеке. И мы решили в этом ЖК также приобрести еще одну квартиру под сдачу. Цена, которая была еще в 2023 году, это 75 тысяч за квадратный метр. Учитывая, что сейчас уже застройщики продают за 100-120 тысяч, а даже 140 уже есть на Гинске цена, то это была прям, ну, как бы, хорошая цена, за которую нужно было идти и брать. Но были условия. Нам надо было до 20 сентября внести, как бы, оплату. То есть, вот, пойти в банк, все зарегистрировать, потому что 20 сентября этот дом сдался. Вот, администрация отчиталась, то, что дом готов, дом сдался. Наверное, может, какого-то волшебного пинка, наверное, дали, да, чтобы быстрее вести, так как дом 16-го года строился. Поначалу первый надгод, там, 16-17, это было такое непрямо бурное строительство. Но, скорее всего, здесь была подготовка котлована, фундамент, наверное, он какое-то время отстоялся. Потом пошел уже рост дома. Ну, наступила пандемия. Пандемия, все это остановилось, еле-еле какие-то рабочие тут были, что-то строили, пандемия закончилась и пошел уже как-то бурный рост. Но мы, как бы, здесь вот рядом ходим, гуляем, и вот эта табличка, да, сдача, когда, там, дома, она каждый раз меняется, там, на год, на год, на год, на год, вот-вот-вот, скоро дом сдадут. Решили приобрести двухкомнатную квартиру, 70 квадратов. Цена была за квартиру 5 миллионов 50, но реальная цена на сайте была где-то 5,250. Ну, как бы, вот эту разницу брала себе агентство недвижимости, забирала. Комиссия. И ты покупаешь ее в каком месяце? Это был сентябрь месяц. Вот, 23-го года. 23-го года. Ставку тебе какую дают? 6 процентов. Ух ты. Новостройка, да, это... Пожалуйста. Да, 6 процентов и 20 процентов надо было внести в начальный взноф. Ну, грубо говоря, миллион ты заносишь, и квартирка твоя, но без отделки. Без отделки, чисто бетон. Расскажи нам про инфраструктуру. Вот, выхожу я из подъезда, мне надо в Москву, давай вот просто для примера, на Павелецкой я работаю. Очень удобно, прямо вниз спускаешься, остановка общественно-транспортного экспресса на Москву. А, то есть, прямо с него садишься и напрямую поехать? Да, прямо здесь буквально 5 минут пешком. То есть, а сколько ехать? До Москвы? Да. Если без пробок, метро партизанское, ну, это час. Вечером, когда вообще пробок нету сейчас, тем более там светофор еще убрали, 40 минут это МКАД. Все, ты уже на МКАДе, это точно. Расстояние от Ногинска до МКАДа, согласно данным из интернета, 37 километров. Близко. И вот, поймите, 2016 год, когда начиналось строительство, это было все еще дешевле. А вот такие рендеры застройщик рисовал людям. Ну, посмотрев на них, думаешь, ну, сказка. Почему нет? Тихий, спокойный, обжитой городочек. С точки зрения инфраструктуры все есть. Школы, детские сады. Пожалуйста. До Москвы рукой подать. Ну, красота. А ребятам 23 год, когда впереди начинают расти ключевые ставки, ипотеки становятся по 17%. В сентябре они успевают заключить сделку, получить ставку 6% на новострой, и через 3 месяца уже все, ключи вручают. То есть, изначально сама задумка, сама концепция, сами обещания, они действительно звучат для людей привлекательно. Ну, давайте потихонечку переходить к реальностям. В 2023 году, 20 декабря, начинают вручать людям заветные ключики. Вот это для многих людей, ребята, в руках твоих самое настоящее счастье. Вы посмотрите, ключи от квартиры в наконец-то сдавшемся доме. Ведь строили его практически 8 лет. Хотя такие дома, как правило, ну, 2-3 года, правильно обещают? Да, да, да. А потом, вполне реально, это второе, и слава богу, что вообще достроили. Сегодня мы с тобой хотим показать сюжет с точки зрения того, как оно бывает, как вообще сдают сегодня современные новые дома. Дом, на самом деле, комфорт-класс, и он реально комфорт-класса, потому что сейчас такого типа дома уже, ну, мало строят. Почему комфорт? Потому что в одном подъезде на этаже 4 квартиры, и это очень сильно цепляет. Ага. В принципе, дом, ну, как дом, без каких-то лишних, там, ну, не то, что красивых фасадов, как сейчас в Москве, там, да, строят. Вот, стандартный дом, да, в дальнейшем благоустроить здесь все, там, это все понятно, это время все надо. Но, главное, почему, да, я, как бы, тебя пригласил, потому что хотел, вот, именно показать, что происходит после сдачи дома, да, потому что многие люди, они покупают квартиру раз в жизни для большинства. И сталкиваясь с этим, с таким проблемой, которые в этом доме, ну, это как, как бы, даже не знаю, сейчас как-то сказать, Дим, неудачный опыт получается, да, такой вот, вот, негативный, который на всю жизнь у тебя остается. Ты покупаешь квартиру, которую, ну, ты же не в магазин ходишь за квартирами, да, ты покупаешь, многие покупают раз в жизни квартиру. И хотелось бы, чтобы ты как пришел, получил ключи и сразу начал в ней жить. А здесь получилось, что люди получили ключи, а дом непригоден для жизни. Там даже ремонт невозможно сделать, потому что косяк на косяке, прорывы отопления, прорывы горячей, холодной воды, дом промерзал. Вот поэтому я тебя и пригласил, чтобы это все показать на твоем канале. Ну, я предлагаю, пойдем в гости к тебе, сходим. А? Ручки нет. На двери? А, ну, часто это частая проблема, да, что нету ручек. Уже, уже, да? Вот, ремонт смотри, как все течет. Ну, во-первых, дымофон сейчас отключен, не работает, но камера висит, явно у вас такой этот умный дымофон, раз. Далее, ящики почтовые, без нумерации, просто брошенные. Ребята, обратите внимание, с одной стороны тут скажут, не страшно, с другой стороны, кто-нибудь схватится, если под напряжением, может немножко тряхануть. О, зацени, какая классная дверь, смотри. Просто дверь, как в Хогвартс. Роб засовываешь, и попадаешь. Их даже две, смотри. Две. Так. Их даже две. Кстати, вот это уже что-то переделали. А, то есть уже после ремонта, да? Да, потому что, вот текло, то есть вот они потопы. Вот буквально недавно был потоп, то есть это заменили уже вот эту часть. А это наш первый этаж. Вот так вот все, короче, у нас. Вот, с восьмого этажа. Вот видно, откуда печь идет. Все, и не, не, ну, тут не перекрыть нигде, это я не знаю, где перекрывается. Восьмой подъезд, восьмой этаж. Девятого этажа капает. Пойдем посмотрим. Вот и девятый этаж, и течет у нас с места примыкания пайки. Кап-кап. Вообще ужас, бля. А как так? Почему вообще? Какая причина? Смотри, такое ощущение, как будто был дебош. Была драка, все ломали, вырывали. Это причина, почему все разбитое. Ну, люди понятны, что это человеческий фактор, да? Вообще причина вот всего вот этого, это вот надзора, контроль при строительстве и при приемке. Вот это главная тема, по которой я тебя сюда и позвал, чтобы вот это все показать, как строят и как принимают новые дома. Короче, вот это подсобное какое-то помещение, непонятно, правда, до что оно предназначено в такой площади. Знаешь, у нас еще дом, когда только-только мы ключики получили, нам говорят, давайте сразу консьержа посадим. Да, бабки будем за него платить консьержа и шлагбаум посадим, а то тут воровство как бы идет. Ну, извините, как бы воровство идет, вы примите меры, там, закрывайте помещение под ключ, туда все вот это ваше, ваше имущество, это ваше, это имущество, не наше. Вот, там, какие-то шланги, там, инструменты, там, еще что-то. Короче, это было брошено и, соответственно, сюда начали залетать, так называемые, коршуны, которые пожилить. Да, 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 нам сказали, что у нас вот постоянно идет воровство, то есть вот, ну, классно, пойдем дальше. То есть, получается, мы заходим в подъезд, два лифта у нас, я тебе подчеркиваю, новый дом. Точно можно сказать, что когда дом приняли, вот этой батареи не было, это уже поставили после приемки. Ну, то есть, вопрос жильцов, а как принимали дом, если здесь не было даже батареи? Вот, ребята, смотрите, здесь главное, знаешь, такая, в полиэтилене, распаковку можно будет делать. Она, зато не разбухла, видишь, то, что в полиэтилене. Да, здесь, ну, вот, мусор. А там, сайки, стены прекрасные, они замерзли. Все в воде, течет, само собой, сверху, откуда-то. Вообще, друзья, здесь, что называется, заброшка самая натуральная. Здесь вот классно фильм ужасов снимать, если выключить свет или сделать лампу такую, чтобы она моргала, прям можно было бы сделать неплохую зарисовочку. Офигеть, блин. И это, как говорится, только начало. Это, вот эта вся история, она месяц уже. Месяц они не могут восстановить отопление и водоснабжение. Месяц. Вот, и вот сейчас, кстати, вот вчера была приятная новость, что дом, наконец-то, поставили на кадастр. Это 23 или 24 января, вот его поставили на кадастр. Вот. И еще есть хорошая новость, что к нам едут десанты с Башкирии помогать запускать этот дом только через месяц. Как понять десант с Башкирии? От застройщика едут сотрудники. По идее, вот эти все косяки должен устранять застройщик. Вот. Месяц молчания, и вот только-только, как бы, какие-то подвижки пошли более-менее. Да, управочная компания пытается справиться, но один сантехник уже ушел, второй ушел, уже лицо, которое отвечало за какие-то тоже работы, тоже ушло. Ну, нам в чате пишут, говорят, я больше не работаю, это управочная компания. Я понимаю, потому что с тем, как бы, ужасом, хаосом, которым он столкнулся, человек, наверное, просто не выдержала психика. А сейчас я хочу затронуть тему безопасности. Довольно часто, особенно сейчас, в зимний период времени, мы слышим, что в том или ином регионе сгорел дом или квартира. Да и мы сами снимали выпуск, где у человека квартира сгорела за считанные минуты. В основном причиной возгорания становится неисправная проводка, неправильное использование электроприборов, в особенности, когда на улице минусовая температура электронагревателей. При этом за последние 15 лет, несмотря на появившееся разнообразие систем электрической защиты, электрики советской школы так или иначе закончили свою трудовую деятельность. И квалифицированных специалистов стало на порядок меньше. И в основном люди берут за свои услуги весьма приличные суммы или вовсе возникают вопросы к их реальному опыту, к их квалификации. А точно ли ты сделаешь хорошо? Приведу вам один банальный, но живой пример. Как вы видите на примерах, люди покупают квартиры без отделки. Соответственно, нужно делать все с ноля. Многие хотят сделать хорошо, качественно. Ведь это для себя. Вкладывают очень много денег в дорогущую электрику. А потом происходит момент, что бац, а где-то вы что-то не предусмотрели. Нужна дополнительная розеточка, какой-то дополнительный вывод. Ну, например, под кондиционер. Просто для понимания. Вы заходите на один из популярных сайтов, находите себе услугу по установке той самой дополнительной розетки, врезки, как угодно можете это назвать. И к вам приходит специалист. Ведь вы сами сделать этого не можете. И пока вы где-то сидите, пьете чай, он работает и врезается в вашу дорогущую электрику своей скруточкой в виде изоленты. Ведь он понимает, что раз к нему обратились, вы ни хрена не понимаете прямым текстом. И, соответственно, проверить качество его услуг никак не сможете. И благодаря этому специалисту, которому вы еще и денег заплатите, вся ваша вот эта дорогущая безопасность в какой-то момент становится бесполезной. И вот как проверить качество его работы, если вы не имеете технического образования, у вас нету знаний. Не все же такие, как вот человек у нас был Виталий, айтишник, который ушел работать электриком. Кому дано, кому это интересно. Ну, не все такие. Но разбираться в вопросе, я думаю, каждый мужчина, да в том числе и девушка, женщина, как хотите, хотела бы. А вот здесь на правах рекламы пометку вывожу на экран, но с реальным желанием рассказать вам следующую информацию. Ко мне обратились ребята из Академии бытовой электрики с просьбой рассказать про их онлайн-курсы. Курс специально разработан для простых людей и будет понятен даже домохозяйке. Пройдя его, вы сами сможете обезопасить свой дом и сэкономить на том же самом ремонте. Как минимум, начнете понимать, как устроена электрика, как устроена розетка, как делается проводка. И в дальнейшем сможете наращивать, наращивать свой опыт. И кто знает, вполне возможно, что эти курсы именно вам дадут тот самый рывок и пинок в дальнейшем стать высококвалифицированным реальным специалистом и начать на этом даже дополнительно зарабатывать. Поэтому не упустите возможность пройти курсы. До 31 января действует скидка в 30%, хотя ребята и без того цены не ломят. Это вам не какая-то инфо-цыганщина про успешный успех. Это вот то, что нас окружает. Ссылочка со всей подробной информацией ждет вас в описании. А мы переходим к следующему блоку. Короче, друзья, смотрите, лифт тоже сейчас пока налаживают. Уже два раза его, ребята говорят, затапливало, прорывает трубы. Мы приехали на 17 этаж, лифт говорит, вы на 16 этаже. Мы выходим в силу того, что у Димана активная позиция по своему дому. Он многие вещи знает. Ну, комментируй, показывай. Ну, первое, качество сварки, да, видишь, как, ну, это все текло. Когда-то на каких-то этажах, да, во всех подъездах, ну, не на всех этажах, но это все текло раньше. Сейчас уже отопление снова не работает. Они холодные, да. Вот, то есть дома опять здесь, получается, подъезд промерзает у нас. Просто смотри, друзья, все открыто, все моргает. Любой желающий приходит. Идиотов полно. Ванны сейчас просто, да? Да. Рысни сюда и все. Кстати, уже писали в чатах, что у нас граждане Средней Азии уже разместились как-то в одной квартире. Просто пришли, матрасы кинули и уже там обитали. Пришел собственник и выгнал их. Поэтому любой приходит и, пожалуйста, что хочет, здесь творит. Вот, ребята, пожалуйста, как все выглядит новостройка. И самое главное, что застройщик продолжает строить, планирует строить следующий. Давай, пойдем, вот, сходим с тобой сразу на балкон. Эксит, выход, все висит. Ух ты, блядь, ни хера себе, ты видал? Что там? Я просто по нему два раза такой пальцем ударил, он весь каратист, смотри. Ой, слушай, он прям... Слушай, а это вот вообще опасно. Ребята, вот это, блин, контент. Слушай, Диман, я тебе серьезно говорю, ты скажи, оно... Оно может загореться, я тебе отвечаю, просто реально. Вот так сделано. Вот сейчас вода, если пойдет... Квалифицированные специалисты делали, вот это... Электрики квалифицированные, сантьяники квалифицированные. Друзья, вот задача ролика не просто, знаете, там, приехать, как вот бывает, некоторые думают, там, засрать застройщик или что-то прорекламируют. Нет, просто показываем вам ситуацию. Люди покупают квартиры себе в новых домах. Новостройка, они сами приносят деньги, они хотят здесь жить, им рисуют красивые рендеры. Все классно, дом строится. Девять лет построили дом. Ну сколько, восемь лет строили дом. Ну построили, он есть, и вы посмотрите. Ну это же просто ужас, блин, на самом деле. Вот хочется прямо директора позвать, сказать, типа, ну ты же контролируешь, ты же главный, что не так, почему так происходит, блин. Очень много было разбито стекол, очень. Сейчас управляющая компания заменила, да, как бы вопросов нет, они делают, работа какая-то ведется, да. Но почему это все допустили, главный вопрос. Блин, вообще жесть. И, короче, вот мы с тобой выходим на балкончик. Вот так все это дело выглядит сверху. Дом, собственно, во дворе такая небольшая парковочка. И дальше здесь, собственно, сначала начнут это все дело сносить. Шумгам это понятно. Ну а что здесь говорить, здесь дальше будет стройка. Поживете 2-3 года, как минимум, по-хорошему, да, на стройке. Да, вот это здание, которое разрушено, оно, наверное, строилось еще в 90-е годы. Как говорили, что это автоматологическое отделение имени Федорова, вроде бы, как была такая информация. Вот он стоял-стоял, и буквально за последние года 2 он просто умер, это здание. Оно еще было живое, реально живое. Крыша стояла, все там было, ну, целое. Сейчас оно полностью обрушилось. Ну, как говорят, что застройщик якобы его выкупил и будет сносить, должен сносить. А так здесь вот, вот здесь вот планируется как раз постройка свечки одноподъездной. И вот в этой части уже еще там вот, ну, дом получается, еще одна стена дома будет стоять. Короче, все те, у кого окна сейчас выходят, ну, как бы, назовем это, с видом на город, ну, какой есть. Ну, да, с видом на лес получат вид на свечку. На свечку. Здесь, короче, что не дверь, то прикол. Тем более, мы находимся на 17-м этаже. Че? Вот таких подвесок надо, все открыто, все промерзает. Посмотреть просто. Свет, смотри, стоит зато. Да, стоял. Раньше было все открыто. Вот. Сегодня отсчитали, что все закрыли. То есть был свободный выход на крышу. А что, сейчас вот не свободный? Сейчас закрыли. Молодцы. То есть там дальше выход уже на крышу. А это, как бы, немножко, чуть-чуть не угадал. Чуть-чуть промахнулись. С размерами здесь промахнулись во многих местах. Слушай, Диман, здесь я тебе отвечаю. Конечно, спасибо, что меня позвал. Как раз у нас давно не было таких сюжетов. А то у нас все что-то позитивное в последнее время выходит. А здесь у вас что не этаж, что история. Ну, посмотрите, вот ты поднялся. Ну, понятное дело, не ты, а ребенок твой. Им уже интересно будет походить, посмотреть, что здесь такое находится. Здесь, вон, лази-не лази. Розеточки. Там везде щели, вентиляции. То есть техническое помещение, оно должно быть закрыто. Сюда доступ только персоналу должен быть. И все. У нас пока все должно быть чисто. Тем более, если эти подтеки. Ну, вы понимаете, вот она, розетка открытая. Правильно. Здесь подтеков-то не будет, потому что здесь воды-то, в принципе, только с крыши она может быть. Ну, она еще не тает, еще не весна. Сейчас, подожди, потечет, мне кажется, снова проблема будет. Поток все идут с квартиры вниз. То есть, прям вот. Ну, понятно, что рвутся трубы и пошел. Да, и пошло. Так, а вот эта лестница, которая, она нас куда ведет? Слушай, ну, здесь, это, к лифтовой шахте, скорее всего. Нет, слушай, вообще ничего. Тоже на крышу, еще один выход на крышу. Ну, мусор, видишь, как бы, это все надо вывозить отсюда, соответственно. Во, прикол, смотри. Вот так поднимаешься, а у тебя вон там, вон, на тебе. Дыры, короче, неплохие такие. Закрыли, мусор. Блин, да уж. Вот, фигейного строечка. Твое вообще вот впечатление, ты когда пришел сюда, ты когда это вообще впервые все это дело увидел? Когда я это все увидел, ну, мы-то были до Нового года, мы приходили после того, как дом начал, как дом стали выдавать ключи, мы прошли в свою квартиру, посмотрели, как раз поднялись, я на крышу поднял, все вот это посмотрел, все, в принципе, увидел. Вот, что я могу сказать, я могу сказать, что просто нету хозяина, вот сейчас, в данный момент, который взял бы вот это все, здесь нужен один день, да? Один человек, да, навести порядок, и все, и люди уже не будут вот такие кадры снимать, вы это уберите. А по идее, это должны были убрать еще до сдачи. Друзья, ну, как вам? Вот, просто показываем для того, чтобы вы понимали, что стоит ожидать от новостроек. Некоторые получают ключи от новостроек, их всем довольны, реально показывают, рассказывают, у нас все классно, отделка, ремонты. И такие сюжеты, где люди на позитиве, вы, некоторые, воспринимаете, как заказуха. Ну, вот мы снимали в выпуске про реновацию, и там некоторые говорят, типа, ну, что-то слишком все сладко-гладко, люди все довольны. Ну, и посмотри просто на состояние этого дома, так же, да, нового дома, и на состояние того, где уже квартиры с отделкой. Ну, все познается в сравнении. Так, а мы сейчас с вами пойдем в квартирку к соседу Дмитрия. Друзья, знакомьтесь, Евгений, 21 год, и это твоя квартира. Да, здравствуйте, сейчас вам покажу основные недостатки, которые мы указали, уже не устраняются, ну, достаточно давно. Квартиру не приняли, указали. Слушай, Женя, а что у тебя дверь-то открыта? Это ты уже открыл, или так она и была, когда мы пришли? Нет, она так, в принципе, тоже бывает всегда открыта. Сейчас я открыл, а так, ну, тут часто ходит, потому что тоже бывает, что-то случается, там течет трубы часто. В общем, двери не закрыты. Ну, заходи, рассказывай, и ты что вообще, хоть однушку, двушку, что это такое? Ну, это у нас двухкомнатная квартира, 70 квадрат. За сколько покупал? 4,8900, вот так, но это было в том году, в начале года. В ипотеку? Да. Ну, родители правильно помогали с покупкой квартиры, или ты как? Ну, вообще сам. Сам, то есть ты занес первый взнос? Да, там материнский капитал использовали, ну, и первоначально также сумму скопили, чтобы был первоначальный взнос. Сколько у тебя платеж ежемесячный по ипотеке? 32. На 30 лет? На 15. На 15 лет? Да. Миллион ты занес на первый взнос? Да. Я помню, то есть у тебя жена, ребенок, правильно? Да. Все, здорово, молодец, все, и планировал ты сделать себе здесь ремонтик, такое гнездышко, да, Свитя? Да. Ну, давай, показывай, с чем столкнулся, что он устроил, покажи. Из основного, вот тут, получается, были такие наросты из цемента, вот это они сейчас убрали, я уже, наверное, месяц это просил сделать, убрали вот только сейчас, ну, вот, наверное, вчера, позавчера. Вот, они были везде, то есть в каждой комнате, они находились, вот они раздолбили, еще они хотели вот арматуру срезать, но пока чего-то в процессе они. Так, понял, на этот процесс сложный, так, ага, давай дальше. Вот, на кухне из основного труба под канализацию, вот, она у всех соседей, ну, у кого-то она тоже, я слышал, не выведена, она должна быть туда выведена, они мне сами говорили, вот. А у тебя, получается, она через здесь что-то заканчивается? Здесь, да, заканчивается. То есть, все запахи здесь. Да, прошлое речь, то есть, получается, ты приходишь домой, а у тебя вся вонь будет собираться на кухне. Да. Прикол, блин, посмотрите, короче, просто реально нет вывода. Мы такое подобное снимали, что, как бы, раз там люди рассказывают, что в туалет зайти вообще просто невозможно, там вонь дикой стоит. И люди писали, что правильно, верно, по технологии там выводите наверх. Вот это прикол. Слушай, ну, кухня у тебя вообще какая-то крошечная. Она больше похожа на какой-то этот, я не знаю, блин, туалет большой. Ну, вообще 10 квадратов. Да, по документам, да, 10 квадратов. Я у себя замерял 10 квадратов, реально. Вот кажется, что вроде бы маленькая, а вот все, как бы, посчитали 10, реально 10. Смотри, что здесь спускники, они находятся в квартире. То есть, люди на 17 этаже управляют всем домом, да, если они здесь вот не спустили, все, как бы. Короче, если ты уедешь в Таиланд на недельку, будем ждать тебя, правильно, всем домом, пока ты не приедешь, не дашь доступ. Ну, это просто прикол. Это реально прикол, блин. Слушай, ну, про окна я, наверное, молчу, даже не буду ничего спрашивать, это все понятно. Вон они все там, что-то про это, промазаны тряпками, прям пробуются. Вот это все должно быть заделано, вот тут должно быть лучше. Но из основного момента, вот мастер говорил по трещинам. Чего говорил по трещинам? Ну, что на окнах, вот трещина вместе с пайки, вот еще трещины есть. Ну, кстати, тут окна стоят от разных производителей. Это да. Мы пойдем, все по-разному делали. У кого-то, да, именно по спайке даже здесь лопали окна. Но по гарантии все меняют. Ну, в том-то и прикол, что, знаешь, все меняют. А охота-то уже ремонт правильно делала. А вот это что такое, получается, щель такая, что ли, в комнату? Да, ну, как мастер, когда квартиру нам помогал принимать, он сказал, что это вот инженеры так видели. То есть это, типа, такая задумка, и это нормально? Это нормально, да, с этим ничего не сделать. Тут видишь, как бы, особенность этого дома, как бы, да, то, что они сделали вот эти колонны. Сейчас дома делают, они вот эту, как бы, часть несущую, они ее монтируют в стену. И все ровненько получается. Ну, здесь такое техническое решение, как бы, ну, здесь не придерешься. Это все в проекте было указано, что будут колонны такие. Короче, друзья, вы поняли, да? Ты, например, сидишь, у тебя, получается, за счет этой щели, но все запахи, кто вот не любит, чтобы с кухни доносились, оно будет туда проходить, голоса проходить. Ты ночью пришел посидеть, послушать, там, я не знаю, телевизор, все это в зале, в этой комнате, гостиной, будет слышно. Но это, опять же, понятное дело, то, что с вероятностью 99,9, ты это будешь нахрен заделывать. Да, конечно, все, при ремонте это будет убираться, естественно, вот эти все косячки такие, вот нюансы, как бы. Ну, я, допустим, к этому готов. Ну, то есть я знал, что мы будем это все переделать под себя. И так многие будут. Ну, это понятно, да, что будет переделывать. Ну, просто то, что это сделано изначально так, ну, это просто смех. Когда всем понятно, что все будут переделывать, ну, мы сделаем так, а если что, уже там доделать, переделать. Прикольно. Что, пойдем дальше, что еще есть интересненького? Ну, из самого интересного, это тогда надо в ванну пройти. Ух ты, самое интересное, друзья, сейчас будет. Вот. Тут у нас, получается, выход вниз к соседям, а тут наверх. Это, вот представляешь, какая тяга там получается. Просто прикол. Первая – это тяга, а вторая – это шумоизоляция. То есть, здравствуйте, соседи. И это, короче, так по всем, прям до самого первого этажа. Все квартиры так сделаны. Эй! И там тебе на четвертом этаже. Чего? Прикол, блин. Так, и то же самое наверх, но вверх уже, так, по-моему, тебя залепили, что ли? Нет. А, нет. Там так же, вот. Да-да-да, прикол. А это уже, получается, тебе на этот, на крышу? Да, на крышу. Слушай, прикол, да, вентиляция как-то в другом сделана. Да, блин, прикол. Ну, Наталья, что прикол. И здесь тоже, да, вот эта колонна у тебя стоит. Эта у всех, как-то. Сверху тоже не до конца все заделано. То есть, сам доделаешь. Короче, такое, знаешь, некий конструктор. Тебе так, в целом, базу построили, а дальше уже все сам делаешь. Я тебе, знаешь, сюда скажу, что вот эта стена у метров... Она шатается, она шатается, она потому что не привязана к стенам. Вот видите, у них так она реально прям нажимает. Она у нее тоже шатается, смотри. Ты посильнее сейчас нажми, она вон там где-то, ну, потолкать чуть-чуть. Ну, привязки нет. Короче, по кадрам, я не знаю, видно нет, но она ходит. Вот, особенно вот эти части, прям вот здесь, как-то, она вот, когда там бьешь, вот эти прям прогуливают. Я вот рассказываю, что там волна идет. Ну, это вообще-то за жесть, блин. Радиатор такой, это, мне кажется, на такую площадь, при нормальном отоплении, да ты здесь просто вспотеешь. По-другому не скажешь. Если у тебя вообще просто отопление будет, конечно. Ты знаешь, как я так скажу? Охренеть, это просто прикол. Нормально отопление. Если утеплить стены, может быть, его и будет хватать. Но нужно переподключать его. Потому что сейчас у тебя разводка идет на кухню, а с кухней идет сюда. То есть первое, греется та батарея, а сюда, что пришло, последнее. По-хорошему, нужно либо коллектор делать в квартире, либо вот там тройник ставить на входе и на две батареи разводить. Не, ну я такое вообще радиатор первый раз в жизни вижу. Ну, это совершенно... Опять же, смотри, его повесили. Смотри, как я всегда говорю, вот просто... Ну, была команда повесить радиатор. Почему он смещен-то вправо-то? Он же должен быть отцентрован по окону. То есть он левее надо убрать. Ну, знаешь, как они это... People's have it. People's have it. И все, вот и так пойдет. И там у тебя получается все на комнате. Ну, там все на то, что просто комната... Вот тут немножко просела. А, уже провисает, да? Вот, друзья, обратите внимание, тут проемка, заходишь, он уже провисает. Опять же, здесь ни на чем не держится, правильно? Он просто вот... Ну, по идее, там должны быть металлические... Арматура? Арматура, да, и как бы заделана. Ну, как-то вот... Ну, вот интересно, она там есть или она там должна быть? Вот это, да? Вот это классно. Так, с туалетом все ок. Ну, и смешного. Вот, тоже тут подарок оставили. Но вот это вот, как вот пацаны. Ну, блин, вот вам весь класс. Кто-то зашел просто к Женьку в гости и прямо говоря, ну, просто насрал, короче, и ушел. Вот тебе, пожалуйста. Это как раз то, к чему приводят, когда двери открыты, нет контроля, и вот люди рассказывают. Кому-то заселились в квартиру, а кому-то просто в туалет сходили. Ну, это вот я их сколько просил, и вот они вот буквально, ну, день-два назад вот сделали. Вообще прикол. Ты где? Я тебе фотографии присылал же проемы, да? Кривого. А, да, да, да. Да, вот у Евгения тоже здесь уже сбивал застройщику вот этот проем, потому что, ну, дверь, она сюда просто не встанет никак, если не убрать. Ну, вопрос, а как делали? Как вот отливали-то? Ребят, все, что озвучиваем, все вам на экран выведем, поэтому не отвлекайтесь, смотрите внимательно, но это тоже, смотри, просто я так вот смотрю на эти радиаторы, конечно, у меня свой опыт из серии, как топят в Москве, ну, вообще в целом, как топят-то по-хорошему, но это, я говорю, на такую площадь, вот эти два радиатора, ты здесь просто вспотеешь, реально. Ну, это невозможно будет, это надо по-любому ставить на них регулированную, вот эти вот, температуру подавать, потому что в противном случае тут, мама дорогая, будет. Так, ну, вот балкончик у нас. Выходить на него вообще можно? Нет, на первый этаж, чтобы мы не прилетим. Ага. Слушай, рассказывай, с балконом я знаю тоже какая-то история, да, что у вас предусмотрена пожарная лестница, вот тоже интересно, 24-й год, условно, лестница предусмотрена, а ее нет. Ну, вот смотри, была же приемка, то есть, одни из органов, которые принимают, это пожарная инспекция, ну, то есть, по проекту должна быть лестница, как принимали, у нас во всем доме нет лестницы, а подними. В пару квартир, может, она есть. Вот это просто же, ну, ршака, я не знаю, такая, в кавычках, не, подожди, открой, открой, давай посмотрим. Вот так вот, друзья, и прямо вниз прыгаешь, короче, к соседу, и пошел. Случай пожара, как бы это делается в случае пожара. Но у меня, знаешь, логический вопрос, где логика? Вот сейчас строится очень много вот этих, ну, многоэтажек, да, у нас. Почему не во всех многоэтажках есть эти люки? Это вот как бы первый вопрос. Та же самая Москва, там и по 27 этажей, там по 30 строят, да, без балконов. Почему-то на фасаде нету лестниц. То есть, зачем здесь-то вот это нужно? Ну да. Потому что у всех только одно как бы возмущение, что это свободный доступ из нижней квартиры, без любой квартиры в эту квартиру. Квартиры будут сдаваться. Кто там будет жить в этих квартирах? Посуточно тоже люди будут сдавать. Да, бред, конечно. Все будут заваривать, загрелывать. Мне с ним делать с этим люком. Мне вот что, переживать за своих жрецов полезут они или не полезут? Да, я, конечно, потолок я зашью. Ну, там, либо натяжной сделаем. Здесь люк мы сделаем вровень. Тоже как бы так, скроем, коврик положим, чтобы не было соблазна, да, у людей. Ну, зачем? Нет, а технически вообще можно же его закрыть полностью, там, заварить? А, запрещено. Запрещено. Запрещено, да. Потому что есть закон, что он должен быть. Все, его здесь спроектировали, он должен быть. Но, еще раз, где логика столько домов строится и не в каждом доме делается вот эта пожарная лестница? Короче, ребята, а здесь, знаете, как будет на деле? Вот, например, кто-то скажет, да, это бред, я буду закрывать, ты закроешь, а у тебя сосед. Сосед тебе скажет, типа, а я вот, знаешь, считаю, что ты неправ. То есть, ты сделаешь ремонт, недешевый. Полы себе сделаешь, потолок себе сделаешь, вот как Диман говорит, я там закрою натяжным потолком, а я на тебя напишу кляузу, ну, у меня, понятное дело, кто-то, и все, придет инспекция, и тебе скажут, типа, давай все снимай, возвращай так, чтобы это имело общий доступ. Ну, это бредятина вообще. Ну, смотри, как бы натяжной потолок, хорошо, его легко порвать в случае, опять же, пожара, да, это все безопасно, все и понятно. Вопрос, а сколько людей реально воспользовалось вот этой лестницы при пожаре? Потому что основная причина гибели это угарный газ. Люди даже не успевают на этой лестнице, просто она создает вот эти вот нестыковки, потому что балкон, он является общедомовым, за него отвечает управляющая компания, хотя мы его покупаем, этот балкон, и вот за этот балкон, там, Евгений заплатил, ну, 1250, вот за этот балкон, а он почему-то принадлежит управляющей компании, она за него отвечает. И вопрос, зачем мне нужна вот эта вот лестница, почему, не знаю, прикол. Зацените, еще смотрите, как интересно вид какой у тебя классный, обычно, знаешь, бывает окно в окно, это у тебя просто в стену. С одной стороны, даже плюс, что лучше стена, нежели чем соседям. Ты видишь, они пытались на этой площади уместить больше квадратных метров жилья. Открывается? Да, да, должно, но я не знаю, вот мы примерзло, мне все уже. Учитывая, что там частная территория, они, соответственно, отступили от этой частной территории, еще одну секцию поставили. Вот так вот, посмотрите, жил человек, частный дом у него, здесь даже, видимо дом на две семьи, раз и два, участочек свой, тепличка, и тут тебе на подарок такой под боком херак, многоэтажка, а потом еще будет одна многоэтажка. Как вам? Вот видно, да, у человека, смотри, такой неплохой участок, теплица есть, насаждение есть, домик, подъезд к домику отдельный есть. Да, да, ну, смотри, по поводу лестницы, вот стоит многоэтажка, ну, старая, согласен, да? Есть, да, лестница. Есть лестница, да? Они, опять же, там это сто процентов, да, у кого-то спилены, то есть там... А вот там, допустим, вот, видишь, еще одна многоэтажка, это новая, кстати, многоэтажка, она, все, ее либо сносить, потому что то ли фундамент там треснул, людям уже выплатили обратно все деньги, а то есть это брошенный дом, это долгострой, это брошенный дом, это брошенный дом, да, долгострой, его сто процентов не будут заселять. Вот такие вентиляционные шахты, которые сделал застройщик, на первом этаже сломался даже потолок, вот этот подвесной Амстронг. А, то есть тяга слишком большая, там была большая тяга, ветер, двери открыты, я тебе сейчас покажу, почему дом, он весь, он продувается. Да, вот из-за таких вот вентиляционных шахт. Вот, ребята, посмотрите состояние, как все сделано, еще всякие свертки валяются, тут, блин, не удивлюсь, если какие-нибудь там наркоманы тоже будут шататься, все это дело драть, разбирать, это вот пожарная безопасность, правильно? Ну, пока, знаешь, что, здесь должны шланги лежать, они есть, они есть, они спрятаны, правильно, потому что они не украли, это все правильно. А если пожар, тогда что? А если сейчас пожар, ну, может сейчас, не знаю, гореть пока нечего, как бы, да? Прикольно, нет, слушай, ну, убрали-убрали, вот, видишь, тоже не подключена. Короче, друзья, классно, это новый дом, подчеркиваю. Жень, ну, вот, парень, ты молодой, 21 год, первое жилье, что ты вообще ожидал-то от новостройки, когда покупал? Нет, я, ну, понимал, что, соответственно, недостатки могут быть, но я думал, их решат как-то более оперативно, а вот ты говоришь какому-то человеку, потом он говорит, да-да, потом оказывается, что он через пару дней уже все, он тут не работает, и вот как-то эти вопросы очень долго решаются, вот только вот по этому проблемы. А почему вообще выбрал новостройку, почему не захотел пойти на вторичку? Знаешь, говорят там, вторичка, дома проверенные, вообще, вот объясни выбор. Ну, с женой посоветовались и решили, что для нас так лучше будет, выгоднее сделать с нуля и, соответственно, заехать и уже жить. Ну, то есть плюс у них какой-то, что новый дом раз, площадь большая, 7 из квадратов для двушки неплохо. Для двушки, да, это вот как раньше были трешки такие, может, да. Ставка у тебя пониженная, 6 процентов, да? Там даже у нас 5,4 или 5,3 даже получилось. О, классно, да. Да. И ценник, ну, относительно подъемный, все-таки 5 там с чем-то, ты покупал тоже 5. 4 900, 4 800. А, 4 900, да, 4 800. Как думаешь, сколько у тебя на ремонт уйдет под ключ, как ты хотел? А, если под ключ, ну, в район, ну, миллион, да, миллион с чем-то будет. То есть ты планируешь в миллион уложиться с учетом и кухни, и мебели, или как? Да, да, думаем так. Думаешь? Да. Я понял. Когда сделаешь, напишешь, сколько уйдет. Просто я думаю, что в текущих реалиях с текущими ценами в миллион ты, к сожалению, здесь и близко не уложишься. Вот такой момент, да, то, что квартира открыта, из-за того, что дом ежедневно, где-то идут прорывы, ежедневно, и сотрудники управляющих компаний, застройщики, они бегают по квартирам, конечно, сейчас лучше, чтобы они были открыты, свободный доступ, чтобы быстро устранять вот эти недочеты. Поэтому, ну, то, что открыто, да, это необходимость сейчас пока, временная необходимость. Но этого можно было бы избежать, если было бы сделано все качественно. по сути, она должна быть ровной, и все в допусках, но здесь явно, что идут нарушения. Это не критично, это понятно, что все будет под стяжкой, это говорит о качестве строительства. Тут даже качество строительства говорит о палубке, как вот делали, колонны вот эти отливали. район, на дверной. Вот, это еще более-менее, я тебе скажу, это еще более ровно, это еще более, как бы, прямо сделано. Вот, а я тебе покажу, где ужас. То ли разные бригады делали. Так, друзья, мы спускаемся на третий этаж, что интересно, лифт говорит на английском, дублирует некоторые фразы. Здесь есть одна интересная квартира, если нам удастся в нее зайти, ох ты, нифига, да здесь, короче, каждая квартира интересная. здесь, ты глянь просто. А что это такое? А тут какое-то помещение дополнительное. Это мы в квартире также находимся? Чувствую запах мочи, как сюда входят все строители, мне кажется. Капец. Смотри, тут какая-то дверь еще дополнительная, но проем туда сделал. Короче, вот в таком состоянии квартиры, это получается чья-то, правильно, квартира? Слушай, я даже не знаю, чья это квартира, потому что тут все сырое, во-первых, в этом помещении непосредственно. Какая-то неинтересная это. У меня одно предположение, что ее купили, две и объединяются. А, две и объединяются. Нет, это застройщикой сделан. Вот здесь, смотри, я в нас уже пробил себе дверь. Слушай, а походу объединяет другие, потому что кто-то просто две квартиры, наверное, купил. Но прикол еще заключается в том, что, понимаешь, вот я почему-то предполагаю, дать, как говорится, мое оценочное осуждение, что все вот эти проемы, которые пробивают, они не согласованы и не узаконены. То есть, это чисто... Вполне, вполне. Это несущая стена. Это несущая. Несущие стены, насколько я знаю, ломать можно, вот как раз вот чуть-чуть так, но это в любом случае нужно согласовывать. То есть, полностью сломать нельзя, вот какой-то кусок поговаривали, что можно. Ну, наверное, они потом будут узаконены. Да, так вот в том-то и смысл, что сначала узаконены. Тут даже это балкон, это рам нету, не установил за срочек. Ну, как так? Сам потом сделается. Блин, друзья, ну это просто, я говорю, это как бы, что не квартира здесь, то какая-то такая вот изюминка для съемки вот подобного выпуска. Ну да, здесь работы ведутся, потому что вот кто-то уже тянут уже кабель. Вот в таком состоянии, прикинь, работы ведутся у людей. То есть, когда я делаю ремонт или вообще к любым другим людям приезжаешь, но, как правило, это все выглядит как-то более презентабельно, эстетично, но не вот так. А это что там, получается, прорвал батарею? Это вот, да, вот это последствия, промерзание. Я тебе фотографии скидывал, то, что у нас тоже в квартире вот это все выдавило. И что потом идет? Затоп. Затоп квартир. Классно. А, нет, смотри, свет, подожди, тут двери-то нету. Это такая квартира сама по себе. Получается, сам застройщик, наверное, какие-то изменения внес или как? Это... Просто при застройке, ну, явно видно, что тут дверь, которую мы показывали, продолбленную, ну, ее не было, должна была быть стена. А получилось? Да. Прорубленная, прорубленная, вот. Либо с этой квартиры. Слушай, прикол в том, что здесь должна быть еще сейчас, да, дверь для входа в... О, смотри, вот они последствия потопа. Прямо вот мы заходим. Интересно, как так получилось-то? Охренеть, все течет. А, это трешка, Дима, это трешка. Это просто переделана здесь квартира в трешку в этой секции. С засрочком. все этажи идут одинаковые, а третий этаж своеобразный. Так что, не знаю, как у... По проекту, знаешь, бывают такие проекты, что там пять этажей одной планировки, потом следующие пять этажей другой планировки, но здесь застройщик как бы вот такую планировку сделал, мы просто ее не видели, честно скажу. Вот мы... И это вот последствия прорывов, которые случаются у нас практически ежедневно из-за того, что промерзают трубы отопления, из-за отсутствия отопления. я не могу понять, откуда здесь течет. Это текло с батареей, это сейчас уже установлено. То есть получается с батареей текло и ее просто так по накатанной... Да, и по накат... А ли сверху думаешь? Не, ну сверху-то расти на облабу мокрая. А, тут, смотри, рабочие живут в этой квартире. Слушай, ну я не знаю, откуда это могло прорываться. Ну вот просто прикол. И вот так это прикольно. Хорошо, это... Картина такая, каски, пять касок висит, и какая-то кофта одна и нет никого. А, вот, смотри, здесь стену снесли. Вот, интересно, как все это выглядит. Вот, понимаешь, что это шахта, шахта, это холод, соответственно, у тебя здесь будет и многие, они уже пеноплексом вот здесь все это дело заделывают, чтобы не было тяги. Мы тоже это все будем делать, скорее всего, сносить, вот это дело, шумоизоляцию делать. Но это для своего комфорта мы это все будем делать. А так это выглядит все вот так вот, открыто. Вот, покажи вот это вот еще, смотри. Ну, да. Нажми ногой чуть-чуть. Кого нажать? Вот сюда. А, я... Стой, аккуратно. Тогда не провалимся. Вот это просто прикол, друзья, смотри. Заминировано было, ну, это просто... Чтобы не подходили. Вот, да, туда наступил и ушел в лес. Знаешь, что там? Там уже коммерческое помещение, все, оно это заделали. Короче, друзья, пошлите отсюда нахрен. Вот это жесть, блин. Просто кому-то квартиру делают и параллельно как бы насрали. Разберемся потом. Уберем начальника потом. Четверг, время 12 часов дня. Контейнер один у вас заполнен. С одной стороны, знаешь, ну, стандартная проблема для многих ЖК, но прокомментирую, как вы ее видите. Что у вас здесь не так с вывозом мусора, как минимум, строительного? Управляющая компания уже якобы есть, но она есть, по факту она есть. Но интересно, что заявки на устранение недочетов она еще и до сих пор не принимает. Потому что нету журнала. И пошла текучка кадров в управляющей компании. Что касается мусора, долго писали, просили, чтобы застройщик организовал контейнер. Понятно, что это какие-то бюрократические нюансы, потому что за бесплатно тоже никто ничего делать не будет. Но в общем добились, что привезли, поставили контейнер. Но вот он переполнен, то есть их надо чаще соответственно вывозить из контейнера. Да, я понимаю, это как бы дополнительные расходы, но еще такого соглашения как бы в квитанцию, это должны собственники изъявить желание за свой счет вывозить мусор, либо как бы общий скидываться и ставить тут контейнер, чтобы со всего дома вывозилось. Пока вот этот вопрос как бы висит, но контейнер управляющая компания поставила. Ну, как ты видишь, он переполнен мусором. раз в неделю или как? Один раз только вывезли. Вот за все это время вывезли один раз. Ну, соответственно, он уже наполнился, люди-то ремонты делают. С 20 декабря один раз вывезли. Контейнер поставили числа, я посмотрю точно, ну, наверное, 15 января, может, поставили. На следующий день его вывезли и все, вот его привезли. И больше вывозов я не видел в чате, что писали. Короче, друзья, вот смотрите, это за неделю вот столько в новостроечках собирается мусора, с учетом того, что сейчас еще далеко не все начали делать ремонт. То есть, да, движуха пошла, но тем не менее, если так вот месяцок не вывозить, то у вас здесь будет веселее. По факту, по факту, если, вот я собственник, ты, допустим, как ты живешь в доме, ты собственник, да, если у тебя накапливается твой строительный мусор, здесь много можно накопить строительный мусор, потому что многие ломают стены полностью, да, вот, я считаю, что это ваш строительный мусор, и на первых этапах ты должен, по сути, свой строительный мусор вывезти, я так считаю. А уже после, когда люди соберутся, договорятся, что давайте мы, как бы, будем скидываться на общий контейнер, не вопрос, как бы, это общий контейнер, все вместе скидываемся и платим за него, и общий мусор вывозится. На первых этапах, я считаю, как бы, было бы правильно, чтобы собственники его возили, но такого не будет. Собственники вот берут и вот так вот, как бы, складывают, и их же свой мусор они будут вывозить. Слушай, ну, это очень хорошее наблюдение, вот, абсолютно согласенство полностью. Многие люди, которые купили здесь квартиру, у них вообще, на самом деле, далеко не веселая ситуация, все, что мы сейчас показываем, как бы, это, ну, кому-то сейчас, как юмор поржать, типа, ни хера себе, а по факту, вот, эту историю, что кто-то в ипотеке, пытается перебраться, а тут такая жопа. Ну, да, многие, представляешь, как бы, снимают где-то жилье, уже годами снимают жилье, взяли ипотеку, планировали, после получения ключей, приехать, делать ремонт, начать жить, да просто там матрас кинуть, унитаз поставить, да, ну, у людей всякая жизненная ситуация, они, может, последние там деньги собирают на ипотеку, плюс там сейчас 30 тысяч, вот, квартиру однокомнатную снять, там, в Ногинске, да, плюс ипотека 30 тысяч, то есть 60 ты выложи, а там у тебя, может быть, дети еще, и они ждали, 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 а в итоге, вот, получили то, что вот мы сейчас имеем, то есть, и они дальше продолжают платить два платежа, вот в такое положение, как бы, застройщик поставил этих людей. Моя личная рекомендация для любого бизнесмена подключиться к телефонии ЮИС, ведь данный сервис позволит полностью контролировать ваш бизнес через интернет. Записи разговоров помогут вашему менеджеру вспомнить, о чем был разговор, для того, чтобы подготовиться к следующему контакту, а руководитель всегда сможет узнать, почему сделка не состоялась. Онлайн-мониторинг покажет ситуацию в компании в целом и по каждому сотруднику отдельно, что поможет прозрачно, быстро и качественно оптимизировать работу вашего бизнеса. И это только малая часть возможностей. По сути, вы просто меняете оператора связи, при этом получаете огромный функционал. Вы можете перейти к ЮИС как со своим номером, так и приобрести новый, будь то мобильный, региональный или федеральный. При звонке вашего клиента будет встречать голосовое приветствие, а многоканальное меню поможет распределить звонки на нужных операторов. И вам больше не понадобится иметь кучу номеров на сайте. На одном едином номере сможет работать неограниченное количество человек без привязки к офису. И когда-то все это стоило огромных денег. Но облачные технологии делают данные функции доступными даже самому малому бизнесу. И не зря у ЮИС самая высокая оценка на Яндексе в сегменте. Получите личную консультацию от специалиста ЮИС по ссылке в описании или по QR-коду, который вы видите на экране. По ним же вы получите 1000 рублей на бонусный счет для теста данной платформы. Пользуйтесь на здоровье. Как вот мы сюда стали приходить в декабре месяце, вот оно до сих пор и стоит. Никто убирать как бы и не хочет. Ну что, показывай, давай. Где там твои? Ключик-то займ. Ключики-то, а? Эти у вас ключики. За 5 лямов хату себе взял, блин. Ну пошли к тебе. Ну что, ты говоришь то, что получается твоя секция, она же первый подъезд, гораздо лучше и чище, да? По сравнению с тем, что было. Более-менее, да, как бы у нас не прям критично все прям, что там народ возмущается. Ну, я как тоже прошу и подождать людей, да? Ну да, сейчас вот говорю, сейчас приедут все наладить, все сделают там, мы в чате переписываемся. Ну, более-менее, более-менее, как бы не такие прям серьезные проблемы, как реально топят. Вот где-то там, кстати, только что, прям это, замерзла вода, где прорыв прям был, вот там, вот в этих секциях чаще. О, кстати, прикол, да? Как попасть? Была веревочка. Веревочка была? Вот. Ну вот, кстати, ну вот эта история с ручками тоже, мне кажется, уже на пяти секциях ручки отсутствовали. Их постепенно снимают, либо там... Воруют что-нибудь? Не знаю, слушай. И как правда заходить-то вы... Как нам... Сейчас, 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 мы ключиком подденем, может быть. Ты сейчас ключик быстрее сломаешь. Вот это просто... Ну все, я даже не знаю, это мы войти не можем. Юмор, блин. А мы там сможем, если не закрыть? А, вот. Пойдем через этот проход. А это какая, запасная, что как раз, да? Лестница, да, лестница получается. О, вижу, блин. Но лестница здесь особенная. Тоже особенная. Ну потому что коммерческие помещения, они занимают, как бы, два с половиной этажа, и нужно было лестницу как-то уместить. Здесь ты идешь, как бы, да, практически вот макушкой. А, понятно. То есть, через эту лестницу, так, секунду, я включу свет. Тоже включу. Какие-то крупногабаритные строительные материалы, ты их не протащишь совсем. Ну, от слова вот совсем. Я даже не знаю, как вот листы, допустим, ГВЛ, они там два, два с половиной метра. Она здесь не развернется два с половиной метра, вообще никак. И в лифт не войдет, самое интересное. Вот я, короче, ростом метр восемьдесят. Вот кто-нибудь два метра, и все будет просто башкой здесь биться, и все. Но это, конечно, очень интересное планировочное решение. По мне, главная проблема, это занести строительные материалы, которые крупногабаритные, ты не занесешь. То есть, тебе их так и так придется пилить. По-любому. Такое выходит, знаешь, из дома утром, на балкончик, а у тебя видок. Сделаем, но попозже. Впереди все. Вот, друзья, квартира двухкомнатная, без отделки, за 5 миллионов рублей. Как это выглядит? Отзыв. Чек, бег, обзор. Ты знаешь, если бы мне сказали 5 миллионов рублей года 4 назад, это было бы дорого. Очень дорого. Сейчас, кажется, 5 миллионов, это уже более-менее. Да, это нормальная цена, учитывая, как бы, ну, вообще, когда ты еще успел 6% ставку взять, а ребята, вообще, там 5,3, что рассказывают. Так, вот, надо включать, смотри, берешь так. Оп. Включился. Вот это мы любим, это наша технология. Да, ее даже сломали, видишь, она уже сломана, потому что по ней часто бьют. А, все, да, уже долго, Так, ну, слушай, здесь у тебя такая же история, это выход на балкон. Да, то же самое. Я ж, кто-то у тебя здесь ходил, ну, вот, друзья, опять же, кому-то тут уже что-то разбили, стекло валяется. Это стекло, как раз вот то, что вот эти стекла поменены, вот это... Но они стоят у вас, еле-еле держатся. Рабочие, рабочие, да, какие-то, которые строили, наверное, мстили за что-то и просто разбивали вот эти стекла. я думаю, конечно, ну, смотри, она у тебя вся гуляет, чуть постучи по ней, вот, ну, во-первых, нету смо... А, нету, полотнение тут одно есть, но... Ну, она просто здесь не зафиксирована, вон, смотри, просто вставлена, и все, соответственно, сильный удар, и пошел. Тогда вон, не каленое стекло, все посыпалось бы. Вот я тебе про что говорю, почему нельзя сделать вот здесь вот дверь переходную, да, а здесь, соответственно, вот, вот, понял, разобрались, как это все происходит. Так, ну что, идем в квартиру, да? Пошли. Кстати, вот она, ну, все протечки, да, вот они, вот они, старые протечки, это уже подваривали. Основные проблемы еще вот здесь, вот они, опять же, застройщикам, вот, видишь, вот эти все, краны, большинство вот этих кранов, это все течет, вот она вода, вот, конечно, сейчас главная задача, это дать тепло в дома, а потом уже, наверное, более таким мелким проблемам. А, кстати, кстати, здесь был косяк, в четырех секциях, у нас обратка, с подачи, были перепутаны, представляешь, вот, да, то есть, вот так это было сделано изначально, сейчас они исправили это уже. То есть, получается, смотрите, четыре квартиры на этаже, как мы проговаривали, и мы заходим к тебе, такая же двушка, как и у Жени, прямо один в один, да, один в один такая же. по состоянию, друзья, посмотрите, у тебя прям получше заметно, у тебя нет этих вот набивок, которые были от бетона налиты. Вот разница, да, то ли, временем заливки, да, бригадами, то есть, вот она разница, качество сразу видно. Смотри, даже у тебя тот же самый радиатор, в целом, почти по центру везет. более-менее, делочный, тем не менее, у тебя тоже, да, все прорывало же. Прорывало, да, я эти фотографии скину, вот они, эти бинокли, которые вырвало уже здесь гайки, все, они уже вот их поменяли, хотя, в принципе, стоят вроде бы, как бы итальянские, вот трубы, тоже, ну, нормальные, вот она гайка сорванная лежит, вот это то, что вырывало потом. против, как бы, льда, тут, лед, дома поднимает, от морозового кучения, вот качество, кстати, литья, да, вот уже здесь тоже видно, да, вот эти вот, всякие, вот такие вот. Это как раз та же самая история, как у него с колонной, только у тебя она уже залита, ну, закрыта, то есть, у тебя нет прохода в щели. Ну, тут более-менее сделали, да, здесь как-то стену подвинули, то ли колонну, знаешь, наверное, ближе туда, они ее сделали, при, в моменте, когда отливали. Тоже очень интересный такой момент, что по СНИПам гидроизоляцию должен класть застройщик, вот, с одной стороны, хорошо, что он ее не положил, потому что, как бы он ее положил, это понятно, учитывая, как построить дом, поэтому лучше мы сами ее сделаем. Стена вот эта, она промерзает, вот эта вот, она холодная, я тебе даже видео скидывал, что, как раз с тобой когда общались, прям продувает еще в одной квартире, вот там вот, вот это, здесь прям щели, у многих здесь промерзание такое идет, вот эта колонна, она промерзает, то есть, понятно, что мы все это будем, там, пеноплесом утеплять, как бы, мы на это готовы, мы на это шли, как бы, я готов сделать качественно для себя, это будет для себя. но опять же прошу соседей, вот хотел бы затронуть вопрос комфорта, вот когда квартира в бетоне, не пожалейте денег на шумоизоляцию, ну реально, это ваш комфорт, то, что вы себе создаете комфорт, не кто-то должен создавать комфорт за стеной, а вы себе создаете комфорт, сделайте, потому что дети у кого-то кричат, у кого-то там, какие-то квартиры сдаются, опять же, у кого-то собаки лают, да, это не дешево, но можно сделать в пределах разумного. Пойдем дальше, слушай, ну вот, ты 70 квадратов, как планируешь, в какую сумму ты уложишься, если мы говорим про ремонт мебели, но тот самый минимум, который нужен для жизни, кухня, чтобы стояла, там, машинка стиральная, не знаю, там, посудомоечная, варочная панель, ну, я думаю, наверное, в 2 миллиона, должны уложиться. Вот, момент, конечно, что здесь, по сути, нет выходного отверстия с канализационной трубы, но понятно, что это все пробивается, но от застройщика не были поставлены заглушки, ну, заглушка стоит, там, 15 рублей, можно самому поставить, потому что, если кто-то будет сливать, и уже люди сливали, и все это заливалось кому-то в квартиру, ну, не, ну, не готов, пока вроде так воду сливали. Да, в общем, заказчикам с лесной поляны решили небольшой лайфхак показать, значит, во-первых, то, что отсутствуют заглушки на выходы со стариков, а люди уже начинают, соответственно, штукатуриться, заливаться, поэтому, когда будет все это сливаться, естественно, все это будет выбрызгивать. Это первый момент. Второй момент, на трехкомнатных квартирах, соответственно, когда вы будете сбивать вот эту часть стены, если будете, конечно, но будете, скорее всего, потому что вам нужно в любом случае делать канализацию, в любом случае прокладывать в горячую холодную воду, вы там сразу обратите внимание наверх, вот он такой вот, just move it, да? Потому что, если просто начать сбивать стенку, вот с этой стороны, нужно делать поаккуратнее, вот эти блоки нигде не закреплены, фактически, они полетят, соответственно, вот по этим выходам полотенцесушителя, и вот этим кранам, вот этим кранам, и так далее, то есть это на каждом этаже вот такая вот приколюшка, и чем больше этажей, тем дальше блоком этим летит, соответственно, так что не весело. Так, вот балкончик наш, кстати, ну, большой балкон, кстати, вот, вот, у нас тут все подмерзло, тут рама, она, знаешь, почему она еще надувает, потому что она не плотно встает, не закрывается плотно, да, то есть это всему застройщику указали, что нужно будет это как-то устранить, вот, ну, вот это вот колонна, да, инженерная, гениальная, да, да, решение поставить так колонну, и вопрос, а что мне с ней делать, с этой колонной? Не, ну, это просто реально прикол, это как, знаешь, Бать показывает прикол, когда дорога идет, и посреди дороги просто столб, фонарное освещение, и то же самое здесь, у тебя просто в квартире колонна, блин, ну, это, блин, при том, что у Жени такого в квартире как раз не было, у него просто, ну, у него разные планировки, балконы у него чуть-чуть поменьше, у нас здесь вот самые большие такие балконы, опять же, ну, сделайте, да, стену вот эту, которая комнатная, ну, сюда, вот, прям сюда, ну, такой большой балкон, ну, как-то обыграть бы хотя бы, просто потому, что, да, согласен, это вообще просто, бред, сделать больше комнаты, да, вот ты меня, конечно, сегодня точно удивил, да, я думаю, и ребята тоже, и вот эта вот история, что закрывать ее по закону, как бы, нельзя, нельзя, такой дом, у него такие, как бы, ну, у него прописано, что должна быть лестница, вы сейчас это зальете, сейчас как газовщики, пожарники начнут ходить и проверять, и вы будете вот это все долбить, и вас заставят, потому что вам выпишут штраф, а там штраф сейчас пять тысяч рублей, и заставить люки открыть, ну, вот говорю, здесь такая ситуация, что, логики нету, вот в этом люке логики нету, мы, как говорим, мы так сильно не придирались, потому что знали, что все это будем мы исправлять, вот, ну, вот эти вот все моменты, да, которые уже мы у Евгения в квартире сняли, что это все, здравствуйте соседи, мы будем здесь всех друг друга слышать, потому что там за этим всем идет шахта, просто шахта, и тут вент-каналы идут, видишь, качество, как они делали, ничего не вытащили, заложили, лишь бы, чтобы держалась, чтобы ты когда ушел, чтобы здесь ничего не провалилось, не упало, и до свидания. Но это должно было все быть удалено после того, как отлили плиту. Кстати, вот, один очень важный момент, о котором я хотел сказать. Как принимали дол? Сейчас по закону застройщики обязаны ставить счетчики, так, это обязанность их. В итоге нам их выдали просто тупо на руки, сказали, ребят, типа, поставьте сами. Мы говорим, ну, хорошо, я-то готов поставить сами. Я говорю, ну, вы мне опломбируйте, чтобы я не платил сейчас заводу? Говорят, не, а мы не можем опломбировать, это застройщик должен делать. И нас вот, короче, уже месяц просто пинают. Вроде бы, вот с сегодняшнего дня управляющая компания принимает заявки по установке счетчиков, хотя это изначально должны были быть установлены, вот, и когда-нибудь еще через месяц, наверное, застройщик придет и установит, и опломбирует, как это должно быть. Ну, главный вопрос, а как вы принимали дом без приборов учета? Опять же, вот один из моментов. Вот здесь специально поставили трубки, но на их месте должны стоять счетчики. По закону счетчики должны стоять. То есть, сейчас нам вот выкатят вот такие счета за то, что мы не пользуемся по факту. Вот эти, кстати, тоже фотографии тебе скину, вот эти вот краны, вот эти, они прямо из пайки вылетали у людей, то есть, давление давали, и они из пайки вылетают. То есть, я не знаю, там, вот эти квалифицированные специалисты, они просто вставляли на сопли, наверное, думали, будет держаться. Короче, смотрите, так вот, если по квартирам ходить, у кого-то колонна на балконе, у кого-то колонна просто в комнате, ну, прикинь, прикол, ты покупаешь себе квартиру, а у тебя просто в комнате вот такая история. Ни шкаф сегодня поставить, ничего, тебе с этим надо как-то жить и это обыгрывать. Понятное дело, это нужно доделывать, можно какие-то фотографии на это дело вешать, ну, просто прикол, у тебя в квартире свой личный стол монолитный, который сносить нельзя, является опорной конструкцией, все, он должен быть. А пока приходят строители и он там энергетик. Ну, то есть, смотри, ты здесь, получается, потеряешь вот это место 100%, потому что ты вот выставишь вот так вот стену, то есть, ты его уже потерял. По площади вопросов нет, все сходится, по площади, все четко как бы, но такие нюансы, которые есть, ну, как я тебе скажу, ты же знал, что покупал, в принципе, да, как бы мы это видели на чертежах, что это колонны есть, как бы, вот, поэтому я знал, что наберем, поэтому и взяли. Вот эта колонна, по-хорошему, там, где ты стоишь, даже там была бы... Изначально, да, она была там, указана, указана, а потом при строительстве, понимаешь, когда мы покупали квартиру, там вот по чертежу была колонна, вот посередине проектирует. Ну, нормально, Прикольно. Только во время строительства, ну, как опять сказали, проектировщики, сказали, ребята, вот, мы понимаем, вы проектировщики, но людям жить надо в этих квартирах, вы вот немножко колонну-то сместите, но они, в общем, сместили. Ну, вот так вот все это было. Современные, видимо, какие-то проектировщики. Да, в каждой секции, вот, видишь, гайки нету? Да. Вот, все, ее сорвало, и сюда просто отопление сейчас перекрыли, вот она лежит. На эту квартиру перекрыто отопление. Вот, посмотри, вот эти вот щели, которые вот к соседям вниз, к соседям вверх. То есть, вот блок, он, по сути, висит над проемом. Вот оно, качество литья, кстати, покажи, Дим, шикарное, просто, высший пилотаж. В принципе, как отнеслись, так, то и получили, вот по факту. Покажут тебя? Да, покажут, конечно. Ребята, посмотрите наверх, на низ, то есть, ну, представляете, я должен быть прямоугольник, для того, чтобы дверь устанавливать, а вот тебе, чуть-чуть, получился такой некий пролепипед, что ли, или как? Ну, в новогодние праздники просто делали, немножко приняли, вот, уровень потеряли, делали на глаз. Дим, я приглашаю тебя. А, ты меня приглашаешь, ну, пойдемте, друзья, и у нас, смотрите, появляется уникальная возможность спуститься вниз, ого, сколько снега, а, это, наверное, они поэтому и поставили картон, чтобы поменьше снега было. Качай, а, там светло, там светло, да. Диман, ну, ты мне сегодня это какого говоришь, как говорится, не то, что мне, а людям, вот, такой, воскресный выпуск, сделал классно, смотрите, главное, продуманно, вот она, ступенька, раз, пошел, два, три, понимаешь, то есть, проблема, видно, не первый день, вот в таком состоянии у вас, подвальное помещение дома, к чему это все будет приводить, ну, сырость, это, аля же, тот же самый, грибок, влажность, летом, комары, тараканы, мухи, крысы, мыши, им здесь будет шикарно, потому что здесь есть питье, здесь тепло, а над вами еда, ну, то есть, это вы, ваши холодильники и прочее, ну, что, может, я и кладовки построю, может, я вру, главное, что в подъезде, то не везде свет горит, а здесь, просто, как хорошо все освещено, конечно, мы просто не в ботинках специальных, мы сейчас не пройдем с тобой, далеко, а вот они, смотри, кладовки заложены, здесь самое главное, не провалить, я честно, я первый раз, сегодня я первый раз, ну, вот твоя какая-то, посередине, слева и справа, я слышу, вот это прикол, друзья, подчеркиваю, что мы ходим, абсолютно все открыто, мы сами никуда здесь не вламываемся, ничего мы не ломаем, не выдираем, вот, открытое помещение, свет горит здесь явно, тут еще наверняка ходят, вот, точно так же, то есть, это не такой, знаешь, какое-то проникновение куда-то, вот, люди живут, их квартиру, вот, в таком состоянии у них домик, потолки-то, конечно, вообще здесь, но потолки, так-то подвальное помещение у вас хорошее, все, вот это вот все завалено, и то есть, как бы, ну, возвращаясь к началу диалога, я, конечно, выполню, согласен, что по-хорошему, люди сами тоже должны, блин, как бы, это, чистоту начинать, тем более, новый дом, закажите себе контейнер, скинулись там на две квартиры, ну, это что такое-то, и что ждут-то, когда управляйка придет, вывезет, опять же, они вывезут, за твой счет, ты в любом случае заплатишь, либо сейчас, либо потом, но ты заплатишь, конечно, конечно, мы сейчас вот с Рилтом разговаривали, он говорит, пошла такая тенденция, застройщики стали активно сдавать дома, именно в зимний период, и я понимаю, почему они сдают в зимний период, с снегом все привалит, потому что, а все косяки по дому вылезают, вот, ты представь, что 20 сентября дом ввели в эксплуатацию, если бы 20 сентября людям выдали ключи, все бы ломанулись делать ремонты, ты представляешь, что наступила зима, у тебя сделан ремонт, дорогой, высококачественный, и пошли прорывы, одни за один, все, застройщики попадают просто на какие-то космические деньги, летят иски в суды, я вот знаешь, я не понимаю, зачем доводить это все до суда, вот, нагружать вот эту систему, вы примите дом качественно, да, заставьте сделать качественный дом, чтобы не нагружать, а у нас почему-то вот так вот, ну вот, что-что, вот так вот, если уж говорить, то внешне, знаешь, когда подъезжаешь издалека, так вот домик выглядит, ну, скажу так, цивильненько, неплохо, да, по сравнению с пятиэтажками старыми, да, он свеженький, кирпичик свеженький, но когда захожешь в подъезд, думаешь, да ну нах, кстати, друзья, вот, пожалуйста, всем, кому интересно почитать, вот, любой ЖК, когда вы находите, вот такие истории, забиваете, там, ЖК такой-то, чат, в Телеграме, и там, как раз, вы начитаете с тех самых отзывов от жильцов, кто здесь живет, что они вам про него расскажут, вот, лавчик стоит, мусором все засыпали, получается, у вас дом тоже на газу, да, а вот, как понять, смотри, труба торчит, она просто вышла, и заглушена, вот эта желтая, слушаю, вообще, не знаю, что-то, может, спускной клапан какой-нибудь, ну, возможно, я так предполагаю, я как бы, не знаю, друзья, напишите, технологию, понимать, кстати, посмотри, повыше, вот, это как текло, видишь, с квартиры, и вытекло, и промерзло, ну, да, прикольно, смотрите, наблюдать, да, вон они, сосульки у кого-то, ты понимаешь, что там еще есть утеплитель, который, наверное, уже весь он там кончился, вот так вот, если голову поднять вверх, видите, трубы идут, 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 и там где-то что-то болтается, на соплях, то есть, это, знаешь, такая потенциальная бомба замедленного действия, когда-то же она, по идее, оторвется, когда-то, когда-то оторвется, да, но, наверное, нас думают на авось, может быть, пронесет, как обычно, вот, вот, это вот, котельная, она должна была сразу, по сути, запускаться вместе с дома, вот, но ее до сих пор не ввели в эксплуатацию, сейчас стоят там какие-то, ну, споры, кому она будет принадлежать, дому она будет принадлежать, либо отдельная организация, которая будет владельцем этой котельной, но факт того, что пока проблема с отоплением у нас, из-за того, что дом подсоединен к общегородской котельне, а ты представляешь, сейчас нагрузка на осеть и так взросла, и учитывая, что и так новые дома строятся, плюс еще одни новые дома запускаются, и у нас только в сезон, в этот сезон котельная раза, наверное, 4-5 отключалось, она просто не справляется уже, ну, а сейчас вот отопление же в доме есть, ну, оно, оно еле-еле работает, оно не на максимуме работает, то есть даже, как бы, ну, мы зашли, да, сейчас на улице, минус один, ну, минус два, это ни о чем, вот, в морозы, да, это все промерзло, почему вот в морозы все рвануло, потому что отопление, и котельная отключалась, момент был, и то, что отопление слабое, все-все замерзло, при этом, короче, можно купить себе квартирку, еще прибрать себе гаражик, они, конечно же, с другой, да, стороны въезд, да, с другой стороны въезд, но, тем не менее, можно прорубить себе дверь в гараж, и будешь вот, ну, гаражи-то они здесь раньше стоят, чем дом, как бы, понятно, что никто же не думал, что здесь дом будет, вот, они сопли, видишь, и сядут от трансформаторной подстанции, ну, да, благоустройство такое, территория у вас своеобразная, а вот здесь интересно, смотри, сделано вот это, да, безопасность, знаешь, и все, да, это, вот, концы какие-то торчат, понимаешь, то есть, причем, машины открытые, подключены они, не подключены, не подключены, проверь, ну, я надеюсь, что это, знаешь, это, от нового дома, просто кинули сюда кабель, что, когда ему и пациентят, не огороженный, язык, так, дети, то есть, дети спокойно могут вот по этим клещам, то есть, вот там, да, вот соединительные там клещи, пожалуйста, залезай, играйся, играйся, да, да, это прям классно, это понятно делает юмор такой, черный, но тем не менее, друзья, следите всегда сами, за вашими детьми, куда они идут, что они делают, о, единственная лестница, которая есть, видишь, на первых этажах, это докуда комиссию пригласили, на первом этаже, они проверили, что они стоят дальше, они не стали подниматься, вот первые этажи с лестницами стоят, это получается у тебя, с той стороны у нас был выход во двор, а это так называемый выход на улицу, нет, нет, только один выход, это коммерческие помещения, это выход, входы в коммерческие помещения, а, вот это, то есть, коммерция, то есть, условно, ты здесь идешь, а здесь кофе, ну, надеюсь, что-то какие-то кафешки, купить, локти постричь, голову помочь, называется, представьте, друзья, вот вам, 2024 год наступил, дома строят, кто-то, Москва-Сити построил, просто башни федерации, тут всего полно, в 50-е годы, в 1950-е годы, Сталин строил такие дома, оттуда казалось бы, да, вот такие дома должны строить за год, блин, фух-фух уже, и пошел, а здесь тебе 8 лет строили, и вот оно вам качество строительства, при том, что, вот, что меня всегда удивляет, что, есть застройщики, которые, например, один проект строят, вообще из говна и палок, а второй проект у них очень классный, то есть, ты думаешь, как вот так построили, то почему у вас одно прям очень плохо, другое очень хорошо? Ну, ошибки учли, во втором проекте сделали, но у меня главный вопрос, ну, вы что, первый дом строите, что ли? Ну, не первый же дом-то, я как бы думаю, поэтому должны уже, как бы, прогрессировать, наверное, а не деградировать. Конечно. За твоей спиной дорога, нам сегодня, с одной стороны, подыгрывает снежок, погода так поприятнее, с другой стороны, дорога здесь как, по какому состоянию, разбита, убита, есть какие-то вообще претензии? Тут дорога была всегда, вот к тем гаражам. То есть, администрация, она даже, вот дом сдался, а дороги нет, по факту, дороги нету. И, очень интересный такой момент, что, та часть земли, которая, напротив вот этих гаражей, она тоже сейчас выкуплена, застройщиком, то есть, это уже частная земля, и вот эта дорожка, она раньше была, как бы, бесхозной, а сейчас так интересно сделали, что она вошла в часть вот этой земли, и получается, что администрация за него не отвечает. И, по факту, здесь дороги нету. то, что сейчас накатали, да, накатали, но это не двухполосная дорога. Нет, а здесь вообще под, не, это здесь асфальт лежит какой-то? Асфальт лежит, вот прям буквально от забора. Это земля, получается, застройщика, то есть, он здесь организовал дорогу, все заасфальтировано, то есть, все нормально сделано, а там дороги нету. И жители писали в администрацию, когда будет дорога, на что администрация ответила, что на 23-й год, они не думали, что дом, как бы, наверное, сдастся, ведется в эксплуатацию, что на 23-й год не предусмотрены были деньги в бюджете, соответственно, рассмотрят на 24-й год. Ну, соответственно, они это сделают, вопросов нет. Но почему это не было сделано ранее? Ну, как бы, вы же знаете, что дом сдается, нужно так и так подводить сюда дороги. Короче, на потом, и людям, ну, заезжаешь, вроде дом стоит, а это единственный, да, въезд в этот ЖК? Это по факту, это единственный въезд в ЖК с третьего интернационала, и еще вот этот частный дом, он здесь стоит, на самом деле, очень давно, этот частный дом. Здесь, в принципе, это был пустырь, как бы, поляна, какая-то там куча песка лежала, и там просто грунтовая дорога, ни щебня, ни асфальта там никогда не было, с улицы Бабушкиной. Вот, все. Диман, давай, короче, последнее слово, так сказать, финальный вывод. Сегодня мы показали такую интересную тему, новостройка, реальное ее состояние. Что бы ты хотел попросить от застройщика, чтобы они что сделали, и плюсы такие краткие, за что ты прям вот эту локацию, дом любишь, чтобы у нас финалка получилась такая объективная, с плюсами, с минусами. Ну, во-первых, знаешь, даже не застройщика я хотел бы попросить, а я хотел бы, почему поднять тему именно на уровне государства, какие-то внести, да, закон это есть, все написано, как нужно принимать, да, вот эти дома, но они не выполняются, есть хорошие застройщики, а вот конкретно этот застройщик, ну, на косячу, да, все, вопросов нет, но нужно от этого как-то отгородиться, то есть, именно на приемке, почему в Америке и там, в Финляндии те же самые дома, там, скажем, частные дома, принимают определенные организации, то есть, ты без их шага дальше не продвинешься, ставят там вот эти аэродвери, да, проверяют герметичность дома, почему бы у нас тоже не наладит такой вот процесс, какие-то там организации, проверяли дом, я вот еще раз говорю, вот человек, который не знает ничего в строительстве, совершенно, вот он пришел бы в компанию, покупать квартиру, ему сразу дай сертификат о том, что дом проверен на такие-то, такие-то пункты, они все выполнены, установлены счетчики, стены ровные, окна не продувают, там, и куча-куча вот этих проблем, которые сейчас есть, они все отсутствуют, отопление есть, вода есть, все, человек убедился, что компания, которая имеет там определенную лицензию, проверила этот дом, расписалась, печать поставила, и она отвечает, все, и ты как бы уверен, что спокойно берешь, заезжаешь и делаешь ремонт, я хочу, чтобы как-то вот этот процесс, он был более налажен, по приемке, а у нас получается сейчас, что максимум, должностное лицо, может получить уголовную ответственность, 4 года, либо 80 тысяч рублей штрафа, ну что такое 80 тысяч рублей, за подписание, дома, и вот в таком состоянии, ну явное нарушение, явное нарушение, поэтому я хотел бы, чтобы немножко люди, которые пишут законы, и которые контролируют эти законы, ну как-то поменяли, вот этот подход, к этому делу, чтобы вот этого, ну, как бы, хлама, не скажешь, что это хлам, ну не хлам, ну не говнострой, ну как бы, ну да, чтобы от этого уйти не было, чтобы людям выдавали качественное жилье, это качество, квартира должна быть, ну как и машина, да, вот, чем она отличается, ничем, товар должен быть качественный, а у нас людям, дают вот это вот, берите все, а дальше что хотите делать, хотите суды подавайте, хотите сами устраняйте, как бы, свобода. Ну давай так, смотри, тут ясно, с точки зрения плюсов, предположим, что в рамках 2024 года, вам доделают все вот эти косяки, доделают, как-то долатают, все, трубы больше не рвет, вы начали все делать ремонт, заселяетесь, с точки зрения плюсов, что на твой взгляд, прям жирный плюс, вот этого дома, этой локации, за что похвалишь, за что, так сказать, прорекламируешь? Цена, раз, дом комфорт класса, реально комфорт класса, потому что, мы же прошли 4 квартиры на этаже, ну это, на сегодняшний день, это роскошки, двушки 70 квадратов, двушки по 70 квадратов, да, две, ну получается ванна, туалет, даже два туалета, ты можешь сделать, как бы, вот, локация отличная, потому что здесь, стадион, бассейн, роща, да, сейчас планируется благоустройство роща, вот, как бы, в следующем году, наверное, где-то будет сейчас строительство новой школы, здесь вот рядом, выезд на Москву, до вокзала здесь, да, буквально тоже, на маршрутке, 10 минут, и ты уже на вокзале, вот, магазины, здесь, Ногинск, ну вот этот район, он развитый, все магазины, и торговые центры, все есть, это плюсы большой, наш увлекательный полуторачасовой триллер из взрослой жизни подошел к концу, Л, лотерея, именно такое слово у меня зафиксировалось после монтажа этого выпуска, почему одним везет, вот по-другому не скажешь, покупают квартиры на котловане, все строится, приезжаешь, и всем довольны, а другим не везет, вот как так, казалось бы, примитивный дом, ничего здесь необычного нет, но не могут сделать канализацию, водоснабжение, электрику, хотя при этом, глянуть на рендеры застройщика, то, что он рисовал, обещал, как он благоустроит район, ну, красотища, как всегда, дизайнеру оценка 5 баллов, друзья, не добавить, не убавить, вот она, история и жизни людей из Ногинска, огромное им спасибо, что пригласили в гости, вот ключевой момент, общаясь с людьми, некоторые соседи выходили, далеко не каждый захотел вообще на камеру что-либо обсуждать, но в целом, вывод следующий, переживем, справимся, доделаем, вот главное, пусть застройщик устранит основные косяки, чтобы не рвало трубы, пошло отопление, а дальше, все вот эти вот недочеты, мы все сами за свой счет сделаем, поэтому вас всех приглашаю в комментарии, обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, ведь впереди у нас много интересных выпусков, не забывайте подписываться на телеграм-канал, ведь там тоже очень много анонсов, спонсоры выпуска ждут вас в описании, до новых встреч, всем пока, пока.